Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на волнах живого телевидения из московского клуба «Трамплин». Прямая трансляция ток-шоу «Живьем». И я представляю вам наших сегодняшних гостей. Лесовики-затейники группа «Акустический лес». Представляю вам лидеры группы Станислава, которые сейчас представят нам остальных участников группы. Добрый вечер всем. Добрый вечер, во-первых, всем, кто смог. В этот хмурый мартовский день, после 8 марта, все-таки докатились сюда. Спасибо вам огромное, что вы все пришли. Огромное спасибо всем, кто нас сейчас смотрит. Всем привет. Представляю всех. Меня зовут Стас Кондаков. Гитарист Саня Денисов, бас-гитарист. Роман Бирюков. Гитарист Максим Антонов. И барабанщик Олег Фролов. В общем-то, все здесь клавишник болеет. Ну вот, в качестве такого визуального поздравления женской половины ваших поклонников мы показали клип. Расскажите, пожалуйста, что это за песня, на которой снял клип? На самом деле, по поводу этой песни, мы записали ее давно. И всегда, в общем-то, ее использовали в своем репертуаре. На самом деле, это одна из моих любимых песен. Это песня наших бабушек и дедушек, что, в общем-то, там было написано. Нашим бабушкам и дедушкам посвящается. Песня 1957 года из кинофильма «Дом, в котором я живу». Тоже один из самых любимых фильмов. Вообще, лично я очень люблю черно-белое кино, старые фильмы. И старых песен, на самом деле, много знаю. Всегда их пою дома, на кухне. С Шуриком часто их поем. С губной гармошкой. Вот. Песня старая, мы решили ее реанимировать. И, к сожалению, она не смогла войти в наш последний альбом, поскольку были проблемы с авторскими правами, поскольку это на стихи Фатьянова. Родственников найти достаточно сложно. Но клип сняли, пока вроде никто на нас... Не ругался. Пока никто не ругался. Поэтому пока вот так. А дальше будет видно. Но клип сняли, на самом деле, мы не претендуем ни на какие... Мы всегда укажем, кто, что и как все это делал. И с уважением, с огромным уважением к нашим прошлым поколениям в общем-то относимся. А в концертную программу эта песня входит? Да, конечно, входит. И иногда мы ее играем. А в основном концертная программа из каких песен состоит? Ну, в основном, как бы, ну как, из своих, само собой. Из авторских. Очень, да, очень редко, очень редко. Мы буквально несколько песен, вот, которые... Ну, это будет позже, на самом деле. Но это буквально одна-две штуки. Может быть, тогда мы начнем с какой-нибудь авторской песни? Да, конечно, мы начнем с нашей авторской песни, как... Лиль, спасибо, как ты сказала. На самом деле, песня с наш... С одноязычного... Как это... С нашего последнего альбома «Будем жить». Мы с нее и начнем, я думаю, как бы, чтобы немножко разжечь нашу аудиторию. Пусть немногочисленную, но интернет-аудитория, думаю, гораздо многочисленнее. Гораздо лучше было прийти сюда, а здесь гораздо теплее. Не принимая участия в чужой погоне за счастьем, В кармане пять сигарет, огонь и связка ключей, Что привезти тебя в дом до телефон. А ты звонила с неделю и говорила, не верю, Что все слова мои ложки, ты, похоже, не врешь, Но я не стану другим и прожигаюсь дым. Я все давно решил, что будем жить, Еще немного тебе так полюбить. Расставь крошку льда в твоих глазах Мы разбиваем бокалы и собираем вокзалы, Стирая грим, а ты душ, уже не хочется в душ Можешь забыть про сданный билет и встретить новый рассвет. Но подрываясь на мине от линии мини-бикини, Уже тону без воды, уже горю без огня, Еще бы каплю росы. И на тебя я все давно решил, Что будем жить, еще немного тебя, Да полюбить. Расставь крошку льда в твоих глазах И стать звездой в своих снах. Ла-ла-ла-ла-ла-лау Ла-ла-ла-ла-ла-лау ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все давно решил, что будем жить Еще б немного тебя да полюбить Расставить крошку льда в твоих глазах И стать звездой в твоих снах Ла-ла-ла-ла-ла-лау Ла-ла-ла-ла-ла-лау Седра и спад одеяла Ты ничего не сказала Что все слова мои ложь И ты, похоже, не врешь Но я не стану другим И весь дым Я все давно решил, я все давно решил Что будем жить Еще б немного тебя да полюбить Расставить крошку льда в твоих глазах И стать звездой в твоих снах Ла-ла-ла-ла-ла-лау Ла-ла-ла-ла-лау Спасибо Браво Я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru Заходите в чат, задавайте свои вопросы музыкантам Также я призываю всех наших гостей, которые находятся в клубе Тоже задавать вопросы музыкантам Вы готовы задавать вопросы музыкантам? О, есть ли у вас вопросы? Да, готовы Я полагаю, что это самый яростный фанат группы Я прошу оператора снять надпись крупным планом на его футболке Когда написано «Акустический лес» Между прочим, это представитель, самый главный представитель Он же директор, он же царь сия Руси, фан-клуб «Акустический лес» Антон Зенин, он же в интернете «Альф» Его логинка Что, господин, в майке «Акустический лес» вы готовы задать вопрос? Хорошо, попозже Тогда вопрос задам я В названии группы фигурирует название «Акустический» Но все-таки музыка не совсем акустическая На самом деле слово «акустический» не имеет никакого отношения к тому, что, в общем-то, звучит Хотя, как бы, да, имеет прямое отношение к музыке Все очень просто Название группы «Акустический лес» Это первая песня, которую я написал Она так и называлась «Акустический лес» В общем-то, оттуда пошло и название, все просто В лесу такая хорошая акустика? Нет, ну, хорошая чтение слов, в общем-то Тогда об этом не думал, а потом, в общем-то, так и получилось Вот я слышу заявку из зала «А исполнить» Ну, на самом деле, сможем, нет? «Акустический лес» Акустический лес Акустический лес Акустический лес Ну и так далее, в общем-то Там, на самом деле, много куплетов Вот, ну, просто для того, чтобы было понять Ребят, поверьте, мне было 15 лет, когда я написал эту песню Поэтому за тексты отвечать это Ну, такая вот раритетная композиция Да, 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 это Ну, это на кухне А часто такие вот кухонные квартирники организуют? На самом деле, достаточно часто Даже вот в эту субботу у нас будет кухонные квартиры В клубе «Первая библиотека», что на полянке Приходите, пожалуйста В общем-то, мы там как раз такую кухню устраиваем В общем-то, садимся там в четыре гитары И играем все песни, которые были написаны там 15 лет назад Это нормально В четыре гитары, то есть без барабанов То есть акустика? Ну, когда с барабанами, когда без барабанов Это уже не имеет смысла, в общем-то Это как позволяет, в общем-то, звучание клуба Вопросы хотите задать? Дайте вам микрофончик дам, чтобы погромче было Они все такие смелые, только вот так вот Да, выкрикивайте А так вот раз микрофон и все Когда ты начал писать песни? Ну, в общем-то, я и сказал, что первая песня «Акустический лес» Была написана мной в 91-м году В общем-то, мне тогда было 15 лет И продолжаешь писать, писать А куда деваться? А откуда вдохновение на написание такого количества песен? Вот от вас, в основном От девушек, девушки с 8 марта вас все спрашивают От тех, где? Я не слышу аплодисментов От вас и пишем То есть ты пишешь и стихи, и музыку? Ну да И все песни, это твои песни? Или все-таки иногда кто-то, может быть, из друзей дарит? Или где-то услышал, или кто-то еще? На самом деле, во всем нашем репертуаре В общем-то, все песни написаны Но единственное, несколько песен Одну песню мы играем группы «Зерна» Толи Погодаева, наших больших друзей Вот, мы ее тоже сегодня исполним Одну песню мы играем наших друзей из группы «Место встречи» Вот как раз один из экс-представителей этой команды здесь присутствует Сергей Эцель, он же Фридрих Вот, в принципе, все Можно показать крупным планам представителя Представителя группы Да Ну, группа «Updivers» на сегодняшний момент Вот он сидит Помаши маме ручкой, Серега Сидит, забился в углу Скучает Вот, ну, чтобы не скучали Я думаю, мы немножко к музыке перейдем Да, мы сейчас перейдем к музыке И, наверное, после одноименной песни прошлого альбома Сыграем одноименную песню будущего альбома Которая в этом году выйдет Ага, отлично слушаем Которая в этом году Спи, спи, идут часы Глазами свет, туман машин Дождь, дождь Своих ресниц Смывает пыль Чужих границ Шел Которая ва Небо Барселоны Все слова и все законы Теплый джин Ром с колой Море с солью Чай с лимоном Вспыхнут звезды Над Москвою Фонарей И улиц С моря Плащадей Знакомых Лиц Лиц Здесь Бывают дни Метет метель Идут дожди Кто Кто Раскрасил мир В осе цвета И Каждый Миг Жел Так Е Небо Барселоны Все слова И все законы Теплый джин Ром с колой Море с солью Чай с лимоном Вспыхнут звезды На Тверскою Фонарей И Улиц Море Плащадей Знакомых Вспыхнет Вспыхнет небо Барселоны Все слова И все законы Теплый джин Ром с колой Море с солью Чай с лимоном Вспыхнут звезды Над Тверскою Фонарей И Улиц Море Плащадей Знакомых Лиц У нас есть О Иду Кто это Кто это Вот Небо Барселоны Наверное больше для тела Да А про небо нашей страны Для души Есть что-нибудь Почему здесь сейчас Не группа Буч Да Чтоб небо над Москвой На самом деле На самом деле Песня то не про Барселону По большому счету Песня Про Родину Про Родину То что в гостях хорошо А дома лучше Пусть там теплее И солнце И текила И ром с колой А у нас есть Вот А путешествовать любите? Ну а кто не любит? Покажите мне этого человека Который не любит путешествовать Мне кажется Каждый человек Вот один такой Вот не любит Господа Ведите себя прилично В конце концов По гастролям часто ездите? К сожалению нет На самом деле Бывает Но Не часто Бывает Но не часто Я подвожу к тому Что сами то в Испании В Барселоне были? В нашей группе был только я Много раз в общем то Но У меня так Так получается В общем достаточно часто там был Причем в Барселоне И действительно люблю этот город Очень красивый Поэтому и песня родилась Да И небо там действительно желтое Вечерами Да Вот только Действительно Вечерами вспыхивает Такой Желтизной Какым то оранжевым цветом Давайте теперь вот Песня про чужбину была А теперь песня про Родину Только Только Песня про два самых главных и наверное лучших городов в мире Песня про Минус двадцать один Минус двадцать один Елки в свете витрин Елки в свете витрин Лед на охотном ряду Снег засыпает Москву Стих ленинградский вокзал Пол капли дневной суеты Я ничего не сказал В трубке засты В трубке застыли гудки Молчат московские окна И ночь в Ленинграде Разводит мосты И стирает помаду Грустят московские окна А ты в Ленинграде Спешишь на метро И всё торопишься К маме К маме К маме Банка пива Роман Роман Кроме яузы сорок минут Банка пива И хочется зные До Измайла во львы не дойдут Хоть и не разучились летать Утром чают сигареты метро Сорок тысяч опущенных глаз Толчи я за садовым кольцом Это завтра, ну а сейчас Молчат московские окна И ночь в Ленинграде Разводит мосты И стирает помаду Но-но-но-но Кручат московские окна И ты в Ленинграде Спешишь на метро И все торопишься К маме, 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 маме Гручат московские окна И ночь в Ленинграде Разводит мосты И стирает помаду Но-но-но-но-но Кручат московские окна И ночь в Ленинграде Спешишь на метро И все торопишься К маме, 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 маме И все торопишься 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 вот так вот продолжение песни про чужбину прозвучала песня про родину у нас в зале есть вопросы да конечно замечательно играть мне очень нравится на самом деле мне всегда интересно узнать вот с чего все начиналось я первый раз жизни вас слышу мне очень нравится вот с чего вы начались можете рассказать буквально кратко 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 не получится у правда на самом деле каратенчиком минут на 40 ну правда не получится ребят как бы но начиналось все девяносто втором году когда вот будучи как бы таким пацаном у члены писал первую песню акустический лес сначала понравилось мои которые успел своим друзьям мощь то конечно момент не понравилось моей но спел своим друзьям в общем то им понравилось кто-то из друзей присоединился и потихонечку все как бы образовалась такая группа которая репетировали дома на пионерских барабанах там на сломанных акустик и все как она что как все вот то что ведь сейчас конечно это совершенно другое вот это уже другая ступени это совершенно не первая не вторая не третья не четвертая не пятая потому все-таки наша группа прицепила огромное количество изменений как и в составе так и во внутреннем мире конкретно меня как который в общем то как вот от истоков в общем то стоял но в общем то на самом деле мы уже около десяти лет вместе и поэтому могу сказать одно что мы не группа коллег по коллективу а мы первую очередь друзья а по после этого мужа и музыканты группа акустический лес это самое главное браво мушкетеры вон как сами скажем еще кто нибудь вопрос господин акустический лес задайте вопрос от фан-клуба у тебя все да да лицо фан-клуба так сказать вернее со стороны камеры это спина фан-клуба а кепка у него алиса у меня слишком банальный вопрос который никто здесь никогда не задаст какие у вас творческие планы пять баллов вот паразит да план у нас самые глобальные презентация него барселоны в барселоне все что же пожелаем успеха а сколько уже альбома выпустила группа на самом деле есть и говорить о официальных альбомах то на сегодняшний день их 2 в 2002 вышел году альбом московские окна вышел на компании raw technologies 2005 году вышел альбом будем жить на фирмы грамзаписи никитин сейчас готов уже к зданию новый альбом пока еще не определились выпускающим лейблом под названием него барселоны а на самом деле альбомов у нас аж целых семь штук но они правда не издавались но все на нашем сайте могут их спокойно хочет скачать а микрофончик просто высказал свое мнение он не знает вопрос следующий альбом будет так называться счет небо барселона планируете выпуск и презентацию в этом году однозначно в этом году потому что уже откладывать некуда на самом деле мы очень долго силу различных причин выход задержался приблизительно на год но это действительно объективные причины так получилось мы все люди в этом году однозначно сто процентов я думаю что осенью выход альбома стоит обложка уже готова вот как раз вот представляли человеку что он является художником обложки давайте аплодируем за замечательное искусство он помимо того что музыкант еще замечательный художник рисовал нам он ее у нас вопросы еще есть зале вопросов зале есть а вот есть я сама звукорежиссер насколько я знаю очень дорогостоящая запись где вы записываетесь мне хотелось бы я думаю что этот вопрос стоит задать нашему внештатному и штатному звукорежиссеру роман берегов он же вас гитарист этом ром ты лучше ответишь а что он спросил а где мы записываемся вот подойдите пожалуйста микрофончик наша студия имеет имеет филиалы во всех квартирах где мы живем то есть она переездная мы для этого специально купили два автомобиля потому что мы ее грузим приезжаем на определенное место писаться потому что в машине потому что в силу высоких технологий мы поняли что главное это не 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 аппаратура а именно место чтобы человек чувствовал себя спокойно уверенно мог сыграть мы приезжаем к нему в спальню там квартиру он говорит здесь не могу не уверенно чтобы рядом магазин поближе к микрофону мы говорим ему ну где он говорит я вот привык репетировать в туалете мы будем писаться в туалете все берем гитару туда аппаратуру ну все все для музыкантов чтобы только вытащить из них динамику творческую особенно в туалете такая динамика вытаскивается самое главное чтобы рядом акустика акустика очень что бы рядом было это самое главное но слушаем дальше музыку вот как разошел вопрос о внеплановых песнях а вернее не то что внеплановых а не авторских песен мы сейчас как бы хотели свое подтверждение спеть песням наших больших друзей группы зерна в общем то когда автору этой песни то ли погода его как бы сказал говорит оль песня классная вновь как бы вот лично я и совершенно по-другому вижу давай мы ее сделал могут стас честно говоря я буду рад и буду горд что мою песню поете вы песня твоя гитара и честно говоря мои внутренние пропустили через через себя она получила совершенно иной совершенно другой и это действительно душе что случилось друг с тобой ты на все лохнул рукой в потолок глядишь теперь часами взгляд прикованный к стене пиво пиво плещется на дне ах когда-то были бунтарями но все что здесь осталось отчерашнего тебя твоя гитара твоя гитара пусть растаял мозг из нарисованных небес ты упал ты упал ты упал ты упал это старое кино это старое кино вместе с вами за дно мы во все глаза смотрели время пыль на чердаках да уснул шипер с плутарх а за окном все будет до метели но все что здесь осталось отчерашнего тебя твоя гитара твоя гитара пусть пусть растаял мозг из нарисованных небес ты упал ты упал ты упал Субтитры создавал DimaTorzok Но все, что здесь осталось от вчерашнего тебя Ау, твоя гитара, твоя гитара Пусть растаял мозг из нарисованных небес Ты упал, ты упал, ты упал Ну, раз уж речь дошла про кино Какие старые фильмы самые любимые? Это вопрос ко мне или к личным фильмам? Это ко всем А, ну тогда, Саня, какие у тебя старые? Все Я тоже люблю старые фильмы, конечно же Да, то есть тут сложно сказать Мы любим старые фильмы Да, собачье сердце Ну, это не совсем старые, Саня Имеется в виду там Ну да На самом деле, в те времена создавали действительно гениальное произведение И очень... ну, там время было такое То, что сейчас сложно даже передать атмосферу этого времени И как бы наши ни пытались На самом деле, из последнего нашего, то, что сняли Это буквально единицы То, что действительно это стоит Это того, чтобы это смотреть не один раз Как правило, сейчас просто делаются фильмы, которые, в общем-то, один раз посмотрел Потом уже смотреть не хочется В общем, поэтому... Здесь приказ узнаем, что тут же там бриллиантовую руку Все уже смотрели по тысяче раз И скачивают все на КПК и смотрят метро Да, поэтому тут... Вот в этом, вот жалко, что такого сейчас нет Сейчас многие группы принимают участие в записи саундтреков к фильмам Вы не пробовали поучаствовать? У нас... На самом деле, мы... Наш саундтрек есть в фильму «Рок в красном поезде», насколько я знаю Но этот фильм такой достаточно андеграундный Который не имеет хорошего, большого хождения В свое время, когда создавался сериал «Солдаты, студенты и туристы» Мы отдавали свой саундтрек на этот Вернее, «Солдаты» создались Мне еще помню, я говорю, Стас, напиши песню про армию Надо что-то такое Я говорю, ну, я в армии лично не служил И не могу вот как бы вот так вот Видно, у меня не получилось И то, что мы отдавали, оно не прошло Ну, значит, так звезды расположились на небе И, в общем-то, не стоит настраиваться, расстраиваться Которая не вошла? Которая не вошла? Нет, и, честно говоря, я сейчас не готова А вот говорите, да, что... Как фильм назывался, в который андеграундный подавался? «Рок в красном поясе», Ром, так, да? Ром, «Рок в красном поясе» Да, а, продаваешь под андеграундный Может, архаус авторская... Почему андеграундный-то? Ну, на самом деле, просто этот фильм снял человек, который, в общем-то, в широких кругах никто не знает И, как бы, он такой достаточно... Он есть, наверное, может, там, эксцепляров 100, вот, которые вот... И то, и люди, которые, в общем-то, участвовали в этом фильме Причем он документальный фильм о музыке вообще в России Ага... Ну, вот у нас, Андрей, две песни, использованные в саундтреке А рок-музыке, получается? Да, 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 само собой А может быть, тогда что-то оттуда, из того, что вошло в саундтрек? А, господи, а у нас вошло «Кем я стал» и «Лунный камень» Ну, это... Нет, на самом деле, сейчас мы без клавишника явно эти песни не сможем сыграть Он болеет, и мы, как бы, там... Ну, это сложно будет, на самом деле, правда, простите Вот, вопрос Так, иду с микрофоном к вопросу Коля, уже не хотели, пожалуйста Вот прошлись по разным тематикам Города вспомнили, замечательно География у нас большая, да Некая ностальгия о первеньком, акустический лес, просто шикарно Даже фетиш проскочил, моя гитара, все просто супер Вот, а есть что-нибудь банальненькое про любовь в вашем исполнении? Я думаю, будет, ну, шикарно Не так при... Самое банальное Зал требует лирики? Банальное про любовь Субтитры добавил DimaTorzok 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 Там рвать струны, подруги уходят их. Не догнать, кружиться по кругу, по небу. И улетать на год назад, не видеть снов. Сегодня будет звездопад. Спи, моя любовь. С меня звонок. Я твой последний абонент, наш адкурот. Из парапета в интернет слетели и сели в стакане тапьющей лёд. Подстели, метели на небе и улетать на год вперёд. Не видеть снов. Лёг на посадку самолёт. Спи, моя любовь. Моя любовь. Ты улетать на год вперёд. Не видеть снос, лёг на посадку самолёт Спи, моя любовь, моя любовь, моя любовь, моя любовь Вот такая любовь Спи Спирт А почему же спи? Чтобы проснулась с полными силами, в полном объёме И как обняла У нас в зале есть желающие задать вопрос? Активнее, активнее, зрители У кого вопросов нету? Хорошо Я узнаю, вот этот человек готовил вопрос, вот в синей рубашке Вот он готовил вопрос, точно Да, Воложек, у вас есть вопрос? Вот он готовил, он мне говорил Ты как потише говори Ты кроме семьи говоришь Так, молодой человек в синей рубашке, у вас есть вопрос? Не, у него попозже У нас время ограничено, эфир, ты что ты? Стас, а вот ты пишешь, когда песни для тебя важнее текстовая составляющая или музыкальная? На самом деле всё должно быть гармонично, это во-первых Во-вторых, всё-таки я русский человек И в русской музыке, и в русском слове самое главное слово Это у нас самое главное оружие Потому что так как играть на Западе мы никогда не научимся Это в нашем менталитете зарыто Поэтому самое главное слово и только слово То есть на первый план выходит текст, на второй уже музыка Ну, если судить непосредственно по нашему коллективу То я бы не сказал, что у нас группа достаточно такая текстовая команда Таких групп у нас в стране немного Можно привести примеры, как того же Кинщева, того же Шевчука Да, это чисто направленность текстовой команды То есть это действительно глубокий Как Калинов мост, Гражданская барона Ну, у нас как бы более группа, скажем так У нас брит-поп это всё-таки не совсем, скажем так Нагрузка силовая идёт на слово Ага, так прозвучало брит-поп То есть свой жанр музыкальный вы определяете как брит-поп? Ну, ещё раз сам же себя опровергу Брит-поп в России понятие достаточно сумбурное Мы его опять же играть не научимся Это некий симбиоз в любом случае с русской музыкой Поскольку мы русские люди, мы мыслим по-русскому Мы не сможем придумать, как придумывать Placebo, U2 И Duran Duran, и The Cure, и как бы Ижи с ними У нас несколько другой склад ума Поэтому мы такие, какие мы есть Ага, ну тогда вот пока у нас два зрителя придумывают вопрос Я планирую что-либо сыграть, а потом мы всё-таки разведём их на вопросы Хорошо, что мы будем играть? Что-нибудь хорошее Новые песни? Новые песни? Вы говорите громче, чем я в микрофон на самом деле Поехали! 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 Новые песни! Поехали! С утра было белой Под вечер три точки И имейл с камнем текила И фотографии друзей Красную книгу Забыв про аккорды И схему метро, проходящей мимо Попросят опять закрыть окно И написать Новые песни всё потерять Лишь бы только быть вместе в небо взлететь До звезды дотянуться, но не успеть И никогда не проснуться В рамках формата В зоне эфира С бритвой на весь Горе гастроли И на двоих один карниз Шахса ван сцены Время клубком из рваных струн Своем сирены А что ещё придёт Одно он Лишь написать Новые песни всё потерять Лишь бы только всем вместе в небо взлететь До звезды дотянуться, но не успеть И никогда Марк! Взгляды с Востока С радуги и семи холмов С Владивостока Новые строчки про любовь Красную книгу Заброшу кассеты И старый альбом, проходящий мимо Попросят опять И написать Новые песни Все потерять Лишь бы только всем вместе В небо взлететь И до сестры дотянуться Но не успеть И никогда И никогда не проснуться Никогда Никогда Ну, тихо Все вместе Давай, ребята Поехали! Поехали! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- спасибо так ну вот вопросы вы обещали вопросы музыкантам коля можете отдельно микрофон с правой стороны все все знают на самом деле вот песни тихо тихо господа песни сделают из плохого настроение хорошее да очень очень интересно очень вообще заводная невероятно мне стол мешает я бы бросился плюсать до места не вот но может быть есть что-то такое медленно еще добрее чем все предыдущие песни без того добрый такой приятная душевная дед где-то даже сентиментальная ну есть же я знаю знаешь есть медленная сентиментальная песня есть только давайте мы ее сыграем в конце наверное я думаю что вот вот как вот все таки как бы чтобы вот дать лучше вопрос задавайте вот стол так нормально галдит по-взрослому человек с синей рубашки без дела наверное из органов я так понимаю да там синяя рубашка станислав песня ваша моя любовь кому была посвящена алексей это собирательный образ кто был идейным вдохновителем на данную песню это собирательный образ алексей скольких образов вы ее собирали из самых лучших все-таки наши девушки они самые красивые они самые добрые самые умные самые верные и самые образные самые голосистые раз уж заговорили о песнях у вас наверняка есть какая-нибудь ваша любимая песня ты знаешь сложно сказать про любимая песня есть песни которые мы прекрасно понимаем что они становятся хитами это как-то на каком-то другом уровне это откуда-то оттуда песни каждая песня которую я написал которую мы играем они все пережиты мой конкретно лично это все очень действительно жизненное поэтому сложно поделять какая песня самая любимая это наверное так что стас период написания какой-то песни именно эта песня является самой любимой на данный момент на самом деле к приносишь новые песни мы все на репетициях в общем-то все как бы она новая она что-то дает новое и поэтому как правило себя же является это здорово а потом когда я месяц записываешь на студии она превращается в общем-то песню любимую тоже но не очень еще такой вопрос знаю что у вас есть одна песня которая стала народной в интернете она ходит как народная песня совсем недавно говорили про нее думаю зрителям тоже будет интересно краткая история народной песни алексей про какую песню вы конкретно у нас все песни на который народ просит от вас исполнить я понял на самом деле придется играть на самом на самом деле песня песни достаточно серьезно написано в несерьезном возрасте это такое вот странное стечение обстоятельств песня написано на злобу дня все помнят 95 год когда началась война в чечне я как раз 94 года призыва в общем-то как раз очень много моих друзей попало в эту перепалку и песня написано именно вот на злобу дня лилия не знает цензура пропустит там достаточно острые моменты за эту песню я мало выгоняла из дома говорит зарежут как раз за фашизм за фашизм в этой песне нас один на одно радио не пустили ну ладно я думаю что ничего в этой песне нет в общем то такого страшно обдумывая как бы то что когда я ее писал сейчас когда на моей земле запылаю даба когда вместо церкви из окна увижу мечеть когда зарыдают застонут мои города когда мать проводит последних православных на смерть ой святая русь семи забытая за тебя молюсь почти пробитую небо до земля мое больное тело и на дом стою вот такое дело когда на твоих глазах застынет слеза от биржуя бездушья и от неверных ислам когда запахом хлеба смешается запах дерьма и в черных одеждах цветы до трава На-на-на-на-на-нау, на-на-нау Ой, святая Русь, Семи забытая, за тебя молюсь. Почти пробитую небо-то земля, Мое больное тело, и на том стою. Вот такое тело. Семи забытая, за тебя молюсь. Ой, святая Русь, Семи забытая, за тебя молюсь. Почти пробитую небо-то земля, Мое больное тело, и на том стою. Вот такое тело. Ой, святая Русь, Семи забытая, за тебя молюсь. Почти пробитую небо-то земля, Мое больное тело, и на том стою. Вот такое тело. Вот такое тело. Вот такое тело. Вот такое и дело. Да, замечательная песня. Я прекрасно понимаю, почему зал идет так. Вас тоже натребовал. У нас есть вопросы еще в зале? Ты просто молодец. Почему я молодец? Да молодец, молодец, нормально. У меня такой вопрос, который относится к каждому участнику группы. Я хотел бы, чтобы каждый на него ответил. Молодец, вот ты молодец. Я знаю, Стас. Все хорошо, конечно, акустический лес играет просто супер. Это не обсуждается. Но мне хотелось бы услышать, как именно оценивает каждый участник группы, российские группы. Я хотел бы услышать от каждого одну группу, которую он любит просто слушать. И вторую группу, которую он любит именно в живом исполнении. От каждого участника. Именно русские, я так понимаю. Да, именно русские. Каннибал корпус. Видимо, тут я тебя немножко огорчу. В живом выступлении я, наверное, не был ни на ком. Известных, во всяком случае. Неизвестных, да? Ну, не знаю. Мне вот нравится группа Updivers. Очень нравится. Хоть и не русскоязычная музыка, но группа русская. Вот. А как бы, если выбрать что-то из то, что я могу слушать в записи, но это, наверное, будет Алиса. Олег. Я буду немногословным. Я думаю, что в живом исполнении всегда был хороший Юрий Шевчук. Однозначно. А то, что касается других групп, ну, что сказать. Классика русского рока. Наутилус, Алиса. Кино, соответственно. Ну, значит, моя любимая группа в живом исполнении — Акустический лес. Потому что на ее концертах я бываю чаще других концертов. Вот, собственно. Это я и хотел услышать. Вот. А по поводу того, что любимая группа... Очень сложный вопрос. Потому что достаточно много любимых групп. Начинает группа кино. Ну, да. Почти российская группа Дорс. Ну, и так далее. Со вкусами как-то похожи. Ром, помоги Саню. Конечно, группа кино. И Абдайрос, конечно. Я вот на последний не смог попасть в концерт на стадионе. Просто очень дорого заломили. Но в следующий раз обязательно приду. Ну, я не буду благословен, на самом деле. То, что из последних концертов на живых, которые я был на двух концертах, Алиса, конечно, что это живьем — это вообще шедевр. А из записи последнее, что для себя как бы это пилот. Черт forever. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Я хочу благодарить группу Акустический Ле за то, что они сегодня пришли к нам в гости. Я хочу благодарить всех гостей, которые пришли сегодня в Клуб Трамплин. И благодарю Клуб Трамплин за его гостеприимство. И финальная песня. Нас так просил. Столик слева что-то лирическое, мелодичное. Спасибо, спасибо Живому ТВ. Спасибо Клубу Трамплин. Спасибо, что вы все пришли. Дом на горе Там, где нас ждут Где стол накрыт И много друзей Встречать нас придут Душа болит А утром мрак Когда мы уйдем Нас проводит крыльцо И теплый дождь Который так нужен Уморит лицо Дом на горе Там, где я жил Где вас любил Где песни пел Всем, кто там был И слез ли А утром рано Когда мы ушли Оставив свой флет И первому дню Мы продали ключ Чтобы купить себе лес Дом на горе Когда мы в пути Помни нас И как вдалеко Нас кидала метель Но в этот раз Вечером поздно Когда мы придем Ты откроешь нам дверь И скажешь здорово Но как мы живем Мы ответим Скучаем Поверь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok